Главный вопрос повестки – создание новых приютов для безнадзорных животных в Адлерском и Лазаревском районах. Существующий городской приют не может принять всех нуждающихся в опеке собак и кошек. Не хватает вольеров. Глава города дал поручение Департаменту архитектуры уже в ближайшие дни определить подходящие земельные участки вдали от жилья, с коммуникациями и возможностью возведения легких конструкций. Землю планируют передать зоозащитным организациям и волонтерам. Сегодняшнее совещание прошло очень продуктивно. Мы остались довольны тем, что Анатолий Николаевич не просто слышит нас, а непосредственно понимает всю ту важность, о чем мы говорили все эти месяцы. Рабочая группа, когда работала, мы сформулировали главное. То есть понимание того, что только комплексный подход к решению проблемы безнадзорных животных улучшит ситуацию. И мы сегодня услышали, что глава полностью с нами согласен. С февраля этого года вид управления Сочи силами волонтеров и неравнодушных граждан стерилизованы уже 1400 особей. Однако для курорта этого недостаточно. Выявлять животных и стерилизовать необходимо на строительных базах, промышленных зонах и сельских округах. Именно здесь наибольшее количество брошенных щенков и котят. Для решения этой проблемы в городе планируют найти законный механизм выделения бюджетных средств на льготную стерилизацию. Несмотря на то, что прямые полномочия муниципалитета отсутствуют, может быть рассмотрен вопрос о создании муниципальной программы с объемом финансирования в 5 миллионов рублей. Вот эти 5 миллионов рублей, уверяю вас, пойдут как раз на стерилизацию тех, которые за заборами, на базах. Наши волонтеры предлагают следующее. Мы вам поможем их забрать, с этих баз привезти и сделать стерилизацию. Бороться можно только таким путем. Если мы будем путем другим бороться, то это вызывать будет только нарекания у наших жителей и гостей. Никому не нравится быть живодерами. Чем мы будем отличаться от тех людей, которые их выбросили? И власти города, и зоозащитники едины во мнении. Стерилизация – это главный рычаг в механизме сдерживания численности безнадзорных животных. Поэтому важно, чтобы к этой работе активно подключались и жители курорта, имеющие животных дома и во дворах. Необходимо проявлять гражданскую ответственность, исключать нежелательное потомство путем стерилизации, чипировать питомцев, не допускать их самовыгул и уж тем более не выбрасывать на улицу тех, кого когда-то приручили. Галина Моисеева, Ольга Десятова, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова